Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, всё, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит ещё одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас ещё то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Всем добро пожаловать в наш пятый сезон, в 53 серию. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, ребята. И продолжаем мы купаться в нашей, я не знаю, бане что ли, саунд, джакузи, вот да, как вот это называется. Джакузи, одетыми как придурки, но всё же, ребята, ладно. Что мы будем делать в этой серии? В этой серии я уже добавлю несколько людей в музей, но чуть позже. Плюс к тому, ребята, нам нужно прокачивать орб. Если вы не помните, то мы нашли за 5 секунд 4 алтаря Артикуна, что, в принципе, раньше мы их не могли найти, но потом нашли. И, кстати, в предыдущей серии мы сделали себе синенький нахрен бэкпак. Не обычный, не коричневый, не... Хотя это, в принципе, коричневый, это там вроде ещё какой-то коричневый можно сделать. А, синенький, ребята, он такой красивый, ухо-хренеть просто. Его нельзя одевать, кто... Это специально для тех, кто может мне сказать, Эдисон, один бэкпак себе там на спину. Но его нельзя одеть, ребят, вот я нажимаю, нельзя его никак одеть никуда. Ну, понятно, что сюда нужно, но всё же нельзя. Поэтому, ребята, синенький бэкпак у нас много вещей вмещает, и мы, в принципе, будем дольше охотиться на боссов, да? Потому что больше вещей вмещает. Знаете, что я подумал? Ну, да, в принципе, а зачем нам шлем? Зачем нам ботинки? Зачем нам поножи, если мы просто можем ходить с крыльями? Тут же нас никто не атакует, чтобы... Что это за хрень было? Как-то я быстро спустился. Никто нас же не атакует, чтобы здоровье у нас отбиралось, да? И знаете, ребята, о чём бы я хотел сразу поговорить? Сразу бы предупредить тех, кто столкнулся сегодня или вчера с такой проблемой с покерадаром. Это не моя сборка глючит. Это не сервера мои глючит. Ребята, это везде. Знаете, какая была херня? То, что играешь ты с покерадаром, да, и каждые там пару минут у тебя вылазит типа окошко, что какой-то, знаете, какая-то ошибка при коннекте к серверам, короче, вам нужно обновить покерадар. А когда ты нажимаешь на ссылочку обновить, тебя кидает на какую-то страницу, которая не существует. И если ты нажимаешь продолжить, то как бы ты продолжаешь играть, но опять эта ошибка будет вылазить каждые 2 минуты. Это, ребята, знаете, у меня сначала вот это выскочило на серверах, я думал, ну ни хрена себе, что это такое. То есть, что-то полетело там, знаете, а может покерадар полетел, нужно вот это настраивать. Кстати, ребята, ссылочка на мои сервера наконец-то в описании. Я открыл свои собственные сервера, как бы у меня были собственные сервера на проекте Black Dragon, но все же я их перенес на свой собственный сайт, на свой собственный лаунчер. Тоже спасибо создателям Black Dragon, на что они мне помогли. Я не уходил оттуда, меня никто не выгнал, я никуда не уходил. Просто они помогли мне перейти на свои сервера и на свой лаунчер. В принципе, они даже вот это все делали, за что им отдельное спасибо. За то, что они мне помогли. Так, что бы еще выложить. И, в принципе, ребята, вы можете уже зайти на мои сервера, ссылочка в описании, и играть там вместе со мной, я вас всех, ребята, там жду, и буду, в принципе, очень рад, если вы туда придете. Сюда тоже можно, не знаю, может, какие-то стульчики. Ребята, опросик, что сюда нафиг положить в следующей серии? И бутылку, точнее, не бутылку в корабле, а корабль в бутылке я забыл сделать, но давайте сделаем в следующей серии. А сейчас пока ночь, нам нужно, ребят, прокачивать метанга нахрен и ларвесту, потому что вы сами знаете, сколько там уровней нужно еще им, чтобы прокачать, и, в принципе, не нужно задерживать вот это. Поэтому, ребята, кто сталкивался с такой проблемой, это... Да твою нафиг, это не мои сервера лагают. Потому что, знаете, я тоже сначала так подумал, ни хрена себе, офигеет сервера, типа, полетели. Ничего не работает, вот покерадар залагал, и нельзя ничего делать, потому что каждые пару минут выскакивает эта ошибка. А потом такая хрень, что я зашел в одиночку, и в одиночку у меня точно такая же ошибка начала вылетать. Это, в принципе, уже признак того, что это зависит не от сервера, а значит, уже покерадар полетел. Это, ребят, потому что у них просто сайт лег вот в этих создателей покерадара. И, в принципе, вместе с этим и покерадар лег, потому что он не находил, как бы, коннект с сайтом, чтобы обновить себя. Но хотя он никогда не обнавливает, но все же у них как-то там сделано, чтобы он коннектился. А если сайт не работает, значит, в принципе, он не может работать. Но, не знаю, короче, ладно, ребят, сейчас, в принципе, уже вот это исправилось или нет. Я не знаю, может, у кого-то еще вот это не работает. Напишите в комментариях, кто... Мне интересно, если у вас еще до сих пор не работает вообще хрень какая-то. Но, в принципе, я не знаю, ребята, что и как там у них с этим покерадаром. Но, в принципе, мы продолжаем прокачивать нашего метанка. Ему еще 21 уровень нафиг осталось. Это жопа, если честно. Давайте, в принципе, ему даже вот это оденем, чтобы больше опыта, что ли, шло. И также Ларвесту нам еще тоже до хрена прокачивать. После Ларвеста, ребят, мы сделаем... Желтиона или... Нет, Флориона. Нет. Эспиона, да. Тогда, в принципе, Иви, гуляй. Мы сделаем Испиона. И, в принципе, Магнемайта мы тоже будем прокачивать. Но уже после, наверное, Багбайт. Уже после, наверное, Метанга и после Ларвесты. Потому что вы сами знаете, что прокачат там до хрена. И нам нужно, ребята, нам действительно нужно прокачивать наш орб. Действительно. Так, Метангушка. Ты тоже иногда можешь кого-то вырубить. Мне так кажется. Если постараешься. Или, знаете, чтобы хотя бы прокачать, ну, орб наш, что ли. Вот как раз, хотя бы, знаете, вот такого 20 уровня словить. Не словить, а убить. Хотя словить, в принципе, тоже можно. Не зря же я это сказал. Значит, мое подсознание нафиг хочет словить к Хлифери. Потому что в предыдущей серии мы же себе кучу болов сделали. И теперь уже подсознание даже горит. Ну, что ты, нахрена столько болов делал, если ты никого не ловишь, да? Ну, в принципе, ребята, действительно нужно всех подряд ловить. Кто там? Сейчас мы, ребята, посмотрим, что там. Ну, кто это может быть? Шакл. Диглет. Маджикарп. Гулдин. Я удивлюсь, если кто-то... Если это кто-то другой. Павниарт. Ну, ребята, я бы словил, но, если честно, Павниарт у нас уже есть. И его нету. Нету малейшего смысла даже его ловить. К сожалению, он у нас уже есть. Хотя, как к сожалению. Если есть, то, в принципе, нормально. А тут кто? Диглет. Ну, кто же еще, да? Иви там гуляет. Но главное, чтобы он очень не эволюционировал. Потому что сейчас я хочу амбриона напоследок оставить. Это самая такая Иви, да? Можно сказать. Так. Ну, и тебя, Снорвакс. А у нас даже Манчелакса нету. В принципе, Манчелакса тоже нужно будет словить. Поке. Поке. Хе-хе-хе-хе-хе-хил. Метанг. Вот. Вы паскуды, а? Зачем я его ударил? Лава каменного. Но это случайно? Так. Уже ушел с боя. Фу. Финишная прямая, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Финишная прямая. Ну, конфу... Я не знаю, честно. Там еще действительно много уровней осталось. Да хрена прям. Вы там с друг другом что-то будете делать, нет? Ладно. Точнее, 19 уровней и 20 уровней Ларвести, ребята. Это действительно еще много. Я согласен. Но, в принципе, нужно прокачивать. Не сейчас так, потом бы прокачали. А так, в принципе, сейчас прокачаем. Ой, это что? Я случайно сломал. Ну что, ребята, дальше. Это выкинем, это выкинем. Зачем нам? Сейчас вот это, да? Пока ночь. Почему? Ну, зачем терять время, если мы можем быстренько прокачаться, да? А вот таких, в принципе, уровней можно даже и... И вот этим поубивать. И... Это когда... Вы когда-то там добьетесь друг друга или нет? Я не догадываю, что они там вообще делают. Когда нет убишарпов или, в принципе, мы днем, да, гасаем где-то и кого-то пытаемся словить или убить, то... Можно даже вот таких боссов убивать. Точнее, не боссов, а обычных покемонов. Потому что орб все-таки нам нужен, как ни крутите. Попадем, не попадем, я не знаю, хрен, попадем. Ну... Сам, конечно, метанг хрен убьет, если честно. Может, убьет, но сейчас он как-то не тачит. Если ему изучить какие-то темки, то может. Но сейчас сам по себе как-то не очень. Ну ладно, нападай, так уж и быть. Так, и... Вот так, замечательно. Ну что, ребята, сейчас давайте мы посмотрим. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это, в принципе, тоже можно выкинуть. Я не знаю, сейчас давайте посмотрим, сколько тут. 322, а Виви счастья 75. Ну... Конечно, не скажу, что уже почти, но все же... Нормально, если честно. Полетели, полетели. Охренеть, ребята. Вы себе даже не представляете, сколько мы будем прокачивать еще вот этого метанга, еще вот этого... Еще вот этого ладвеста, потому что это реально долго. Ну что, в бою там... 20 уровень хитмычан, поэтому как-то... Только не нападай на него, пожалуйста. Лучше до нас напади сейчас. Это важнее. Замечательно. Ну хотя, знаете, просто то, что... Чтобы прокачать орбик, можно. Так. Там еще вижу бешарпов, куча заспанилась. Полетели, полетели. 18 и 19 уровней. Охренеть, ребята, ребята, ребята. Мы это так долго будем прокачивать, что вы себе не представляете. Не, ну хотя, знаете, если мы будем встречать много боссов, то не так уж и много, но... Боссов еще найти нужно, да? Фух. Ты как, а, ты 18? Ух, ребята, уже... Уже, точнее, утро сейчас будет. Уже будут пропадать бешарпы, поэтому нужно быстренько. Поэтому нужно быстренько еще их добить всех. Если, конечно, получится. Это у нас там кто? Хантер. Но он в земле, походу. Нам реально еще гастли нафиг словить нужно. Прикиньте, у нас до сих пор даже гастли нету. Это жопа. Поскольку 2000 опыта дает. Ух, да. Это реально очень много будет. Не, ну, в принципе, действительно, просто опыт идет еще и Грудон, и Ларвесте, поэтому и мало опыта. Если мы уберем XP-шер с Ларвеста, то, конечно, будет намного больше опыта идти, но... Тогда потом еще по отдельности Ларвесту качать. Это реально долго. А знаете, пока утро, точнее, светает. Минус 2600. Минус 2600. 75. Вот так. В предыдущем сезоне у нас куча вот тут Киограф на рассвете спавнилась. Вдруг, вдруг кто-то знает, знаете, надумает, точнее. А в то время мы будем и лететь на остров, потому что там, в принципе, много покемонов, как вы знаете, спавнится. Ни хрена себе, 50 фпс. Это что у меня за лаги? Нет, просто знаете, всегда 20-30 фпс. А сейчас как-то 40. Ну, фиг его знает. Лаги то, что нету лагов. Да, вот это я сказал, конечно. Но все же. Вряд ли реально тут уже кто-то заспавится. Ух, ни хрена себе. Только сказал, и на острове там куча покемонов заспавилась. Не, но я имел в виду не покемонов, а легенд. В нем же никто тут не спавится. В океане, к сожалению, да. Хотя, знаете что, ребята? А знаете, что мы, наверное, сделаем? Как вам такая идейка? Чтобы мы в одной серии пришли на ночную прокачку на остров. То есть, ночная качалка на острове. И как раз ночью, как раз вот этот остров в океане. И вдруг, а действительно вдруг, еще и плюс к тому тут еще и Дип-Океан. Мы тут будем качаться и вдруг заспавнится там. Ну, вдруг Киогр или Ларвеста. А тут реально классный островок, если честно. То есть, даже жить тут можно бы было. Вот так. Ну что, ребята, а сколько с этих идет опыта мне интересно? Да, конечно, меньше. Практически в пол раза, что ли, меньше. Ты их сам, да, ты их сам, конечно, хрен убьешь. Да. И у Ларвеста случайно. Не убивайте, не убивайте Ларвесту, пожалуйста. Ты игру у Дона нашего нихреновенько так бьешь. Так, ладно. Вылечим. Да, тут реально ночью нужно идти. В принципе, днем тут нехрен делать, потому что днем легенды не спавнятся. А ночью можно один-два раза попробовать. Знаете, вдруг реально кто-то заспавнится. Хм, я не знаю, честно. Давайте вот это да и все. Я не знаю, кто у нас еще... О, покушать точно. Точнее, кого у нас еще нету, кто есть на острове. Может, может, действительно, кто-то, кого-то еще нету. Да вы же. Ну, в принципе, много кого нету. Опа, я тебя хочу. Я тебя хочу словить. Быстренько. Левел болл, конечно же. Что еще? Критбол тоже, в принципе, подойдет, но все же. Там Баттерфри я вижу. Кадавра на нас очень напасть хочет. А, но ты у нас уже есть. Ребята, поздравляю с новым покемоном. Ну да, это круто. Кинул на одного, попал на другого. Замечательно, нафиг. В принципе, Баттерфри тоже можно словить. Ну, как бы, Каттерфри, да, а не Баттерфри. Но все же. Ну что, ребята. Конец серии уже, в принципе, скоро, мне так кажется. Поэтому давайте еще, может, кого-то попытаемся словить. Кого бы? Пустыня? Нет. В джунглях у нас практически уже все есть. В саванне, да, еще много покемонов, кого у нас нету. Но давайте, знаете, куда мы пойдем? Давайте мы пойдем сюда. 7 минус 200. Да заткнитесь в этом уже. 10, 75, минус 500, что ли? Нет, минус 250. Ну, давайте 300, да и все, вот сюда. Я хочу еще Бульбасара, ребята. У нас последнего Бульбасавра. А, нет. Нет, ребята. У нас нету не только Бульбасавра. Бульбасавра, вроде правильно. У нас еще нету Пиплопа. Точно. Точно, ребята. Я и забыл, если честно. Я думал, что у нас только стартовиков нету Бульбасавра. Знаете, у нас еще и Пиплопа нету. Ну, это, в принципе, ну... О! Это потом нужно будет словить. Я не знаю, сейчас я... Ну, в принципе, Бульбасавр уже тут спойнется, вроде, уже в этом лесу. Руфет вот этом большими дубами лес. Как я люблю такие пейзажи, нафиг. Я не знаю, просто так аж тянется, знаете, сфоткать. Вот такую красоту, в принципе. Если вот так, смотри, да, как-то. Ладно, но Бульбасара, к сожалению, я, наверное, не увижу сегодня. Да, Бульбас... Только сказали. Ребят, вы не заметили, что каждый раз, когда я говорю, ну где кто-то, или ну что ты выходишь. Ну, кроме легенд, конечно, легенды-паскуды. И сразу спаунется. Также, когда мы нашли алтарь Артикуна, мы же столько искали, не могли его найти. А потом только сказали, сразу пару штук там появилось. Даже не пару, а охренеть сколько. Также сейчас есть с Бульбасаром. Я надеюсь, ты не пропадешь. Не пропадешь. Левел-больчик. 64 левел-бола. Бульбасар, пожалуйста, не выкобыливайся, мы тебя и так слоим. 64 левел-бола, в один ты 100% залезешь. Хотя я вижу, ты паскуда еще такая. Ага, я пока попью, пока он там надумается ловиться. А, вот, ребята, вам и способ словить Бульбасара. Попить чай, и он сам словится. Ну да. Вот сейчас Айвизауру, да? Ну, понятно, понятно. Ну что, ребята. Тогда, может, еще и пипла попробуем словить. Где у нас зимний биом? Вот он. 4600 500. Минус 4600 75 500. М. Ну да. Перепутал нафиг. Перепутал. Так. Вот так. Замечательно. В принципе, тут еще и пылесосы могут быть. Пип-лап. И плюс к тому, мы сможем нормально на них прокачаться. Еще и еду даже себе выбить. И, в принципе, тут, как я помню, в этих, ну, в зимнем биоме очень много... Сейчас вылечимся. Точнее, ну да. Иви, чтобы пошла счастье выигрывать. Очень много боссов с войну баспанится. Сейчас мы, ребята, это, в принципе, и посмотрим, действительно ли так. И заспанятся ли они еще или нет. А мы пока будем вот так, по чуть-чуть метангам даже, знаете, убивать. Потому что... Эм... Лишний... Лишняя прокачка арба. В принципе, нормально, если честно, мне так кажется. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Кто тут? Кто тут? Да, у нас заспанится. Я надеюсь, хотя бы один босик будет в этой серии. А то он еще даже... Да ну нафиг. Мы в этой серии, ребята, еще даже ни одного босса не убили. Вот прикол, а. Босики, вылезайте. Мы видели, да, там пару боссов в земле, там, Хантер, Диглет, но никого еще не убили. Хм... Странно, да? Еще никого. Но я надеюсь, кто-то хотя бы вылезет. Сколько-сколько? Вот видите, ребята, уже начался заполняться орб. Уже 300... Ну, короче, 300 убийств, если округлить. Это, в принципе, нормально. Конечно, еще больше, чем меньше, но все же. А пипл, мне кажется, только ночью, что ли, спанится. Как я помню, много раз я его находил, и вроде только ночью. Хотя фиг его знает. Да, не, ребят, походу реально ночью. Потому что никого я тут не... О, ну это алтари, да? Вот там два алтаря, которые мы нашли. Ну, в принципе, действительно, тут больше нету. Пиплот, наверное... Пиплот, наверное... О, босс! Босс, босс, босс! Слоу-то, твою мать! Солдорог же в земле! Прикол, да? Парочка боссов уже заспанилась, и то в земле, если честно. Ох, ребята, ребята. Я не знаю, давайте уже, в принципе, быстренько пойдем домой. Ага, ладно. Так, сейчас. Не словили, но не словили. Зато мы бульбасара словили, и это круто. Быстренько пойдем домой, быстренько добавим несколько людей в музей. Ну что, ребята, давайте сразу же, как и говорил, что я буду добавлять больше людей в течение, там, если набирается 3 серии, то я буду больше добавлять людей. Не по 3 человека, а больше, что насобиралось за серии. Но, в принципе, я не знаю. Давайте в этой серии добавим, там, я не знаю, 6, 7, может, 8 человек. На Тропиуса у нас попадает Адиль Абешев. Я еще раз извиняю, если я неправильно просчитал кого-то имя, но, в принципе, я не знаю, как оно правильно читается, поэтому, ребята, сразу могу сказать заранее, можно и так сказать, что я извиняюсь. Поздравляю. Дальше у нас по списку идет Рико Мэн, тоже на Тропиуса, потому что, в принципе, больше эволюции у него нету. Дальше у нас на Тропиуса идет, главного Тропиуса, Призрак Тени, так называется, так и записываем. Еще раз, ребята, повторяю, кто хочет поменять свое имя, просто напишите в комментариях, что вот, Эдисон, я там стою на таком-то покемоне, там, такое-то имя на нем написано, и, пожалуйста, поменяй такое-то имя на другое имя, да, которое вам, в принципе, хочется. Дальше у нас на Анжелку попадает Никита Лузин, не знаю, как правильно, извиняюсь. Дальше еще на Анжелку попадает Данил Фефелов, или Фефелов, тоже извиняюсь. На главную Анжелку у нас попадает позитивная Таня, Анжела называется Таней, ну, странно немного, но все же. Дальше на яички у нас попадает, а кто у нас сейчас стоит яичками? И Леобардин поздравляют, и яички, и еще яички, твои компаньоны становятся Александр Нуркиев. Все, больше я не хочу, в принципе, хватит. А 8 человек, 6, 7, да, 8 человек мы добавили в этой серии, и на этом, наверное, уже, ребят, будем заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась эта серия, и также, я еще раз повторюсь, ссылочка уже на мои сервера в описании, вы можете зайти и уже принять участие в развитии сервера, и, в принципе, там играть. Всех приглашают, ну, как бы, всех жду там, да, чтобы вы туда пришли, кто хочет, и, в принципе, поиграли. На этом, ребят, мы заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем, если мы до 7 часов вечера наберем, по Москве, наберем 500 лайков на этой серии, то новая серия выйдет еще сегодня, точнее, 2 серии за один день. Поэтому, ребят, мы заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи, и всем пока.